Великий мир Аминь Хорошо, друзья Господь, благослови нас сегодня Чтобы мы были в благословении Твоем И Ты уже благословил нас Возьмите Библию вместе со мной Скажи, у меня есть Слово Божье И сегодня я буду изучать его Изменюсь Оно обновит мой разум И я буду знать Бога И ходить с Ним по этой земле В вере, надежде и любви Иисус Христос Есть Слово Живого Бога Которая стала плотью и кровью И все, что я буду изучать сегодня Станет плотью в моей жизни И я принесу множество плода И великую славу Богу Во имя Иисуса Христа Аминь Дух Святой, добро пожаловать Хорошо, исход 23 глава 19 стих Начатки плодов земли Твоей Приноси в дом Господа, Бога Твоего Не вари козленка в молоке матери Его Слушайте, я назвал Я назвал сегодняшнюю проповедь Хотя мы говорим о экономическом росте Мы говорим о библейском О библейском понимании процветания Но сегодняшнюю проповедь я назвал Бог должен быть во всем на первом месте Бог должен быть на первом месте В том числе и в наших финансах Слушайте, он говорит интересную вещь Начатки плодов земли Твоей Приноси в дом Господа, Бога Твоего Не вари козленка в молоке матери Его Что это значит, не вари козленка в молоке матери Его? Был такой обычай у языческих народов Они варили козленка в молоке матери И опрыскивали этим свои поля Для чего? Для того, чтобы был урожай Бог говорит Давайте на еврите посмотрим Сегодня я хочу вас учить немного из еврита Потому что это очень важно Аллилуйя 23 глава 19 стих Бог говорит Вы так не делайте Не поступайте, как язычники Вы исполняйте слово мое Приносите Смотрите, здесь написано 23 Я извиняюсь Исход 23 19 Приносите начатки От всего На еврите здесь написано так Решит Бекурей адматха Бекурим Знаете, есть такое понимание Бен Абехор Знаете, что такое Бен Абехор? Что это такое? Кто может мне ответить? Не просто старший сын избранный Начаток Первенец Друзья И здесь он говорит Вот эти свои первинки Начатки Вы должны понять одну вещь Что раньше люди занимались Земледелием Люди занимались Скотоводством И Библия вообще Каждый раз Объясняет нам Вот именно этим языком На языке Человека Который занимается полем То есть Как его называют на русском? Земледелец Спасибо И на языке Пастухов Вы часто обращали внимание? Библия говорит И в Новом Завете тоже Притчи Иисус говорит Очень часто На их языке И он говорит Здесь Библия говорит Начатки Плодов земли То есть Самое первое Самое лучшее Ты должен принести В дом Господа Бога твоего То есть Не надейся на то Как делают язычники У тебя не будет От этого урожая Это проклятие Это проклятие Послушайте, друзья Это неправильно Это Это идолослужение Это Неправильно И он говорит Ты делай то Что я тебе сказал Приноси Самое лучшее Господу Десятую часть Приноси Богу Самое первое Помните Мы говорили Прошлый раз Почему Мы говорим Что нужно Десятину носить До налогов Посмотрите Я вам скажу Я сегодня сказал Нашему лидерскому составу Я ничего не хочу Проповедовать Здесь То чем я не живу И то что у меня Не работает Почему Мне сказал Один брат И он честный Он мне вчера Сегодня звонил Он сказал Пастырь Его здесь нету К сожалению Может подъедет Я не знаю Он мне сказал Пастырь Ну я еще Мне еще Жалко давать Я говорю Хорошо что ты это говоришь Но тебя кто-то заставляет Он говорит Нет Не Бог Не ты меня не заставляет Никто Я только учу У каждого Это по мере откровения Почему Богу Самое лучшее Потому что Бог говорит Начатки То есть Еще до налогов Еще до социальных служб Еще до того Как ты оплатил Свою квартиру Еще до того Как ты себе Что-то позволил Ты получил зарплату Ты должен Самое лучшее Десятую часть Ты должен отдать Богу Может быть Кого-то это слово Пугает Но Это благословение Скажи благословение Аминь Откройте притчи Третью главу Притчи Третью главу Аллилуйя Чти Господа От имения Твоего И от начатка Всех Прибытков Твоих И наполнятся Житницы Твои До избытка И точила Твои Будут переливаться Новым вином Послушайте, друзья Каждый раз Когда Бог Призывает нас Приносить десятую часть Он высвобождает Обетование И я хочу сказать Не может Божий человек Или человек Который сердцем Верует Праведности Устами Исповедует Ко спасению Верующий В Иисуса Христа Не может Такой человек Не давая Десятину В Дом Божий Процветать Друзья И это истина Свидетельство Многих людей Многих людей Подтверждают Что люди Которые Послушны Богу Я хочу сказать Друзья Богу Не нужны Наши фантики Богу Нужно Наше сердце Богу Нужно Наше отношение Вера Написана В Галатах 5 глава 6 стих Действует Любовью Друзья И заповедь Которую Бог оставил Нам Не прекратилась В Новом Завете Возлюби Господа Бога Твоего Наипервая Заповедь Возлюби Господа Бога Твоего Всем сердцем Всей душой Всем разумением Всей крепостью Твоей И ближнего Своего Как самого себя На этих Двух Заповедях Зиждется Тора Пророки И Писание Так сказал Иисус Христос Поэтому друзья Не думайте Что Бог Хочет Забрать У вас Что-то Он Хочет Вас благословить Ты никогда Не можешь Дать Богу Больше Нежели Он Тебе Дал Я дал Если говорить О пожертвованиях Я дал пожертвование Богу И мне казалось Что оно Большое И Бог Сразу Меня благословил В четыре раза Больше И Бог Мне показал И сказал Ты не можешь Никогда Мне дать Больше Нежели Я тебе Дал Или дам И даже Если уже Говорить Об Иисусе Христе Ибо так Возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Говорит Чти Господа От имения Твоего И от начатка Всех Скажи всех Всех Это важное слово Здесь Всех прибытков Твоих От начатка Всех Прибытков Твоих Не важно Ты служитель Не важно Ты домохозяйка И получаешь Какие-то деньги С социальной службы Не важно Если ты Получаешь С пенсионного Фонда Деньги И ты пенсионер От начатка Всех Прибытков Твоих Это твой Прибыток Если раньше Люди Приносили плоды земли Приносили Первых Как это Первый урожай Да И приносили Аганцев Допустим Козленков То есть Самое первое Самое лучшее Богу Сегодня Мы работаем Бог нас благословил Мы зарабатываем деньги Каждый на своем месте Где Бог его поставил И мы Также Почитаем Бога Скажи Почитать Это серьезное слово Почитать Друзья Почитать Это Это слово Даже Знаете Перевести Кабет Написано Кабет Это значит От слова Кавот От слава Прославляй И также Это слово Слушайте Это слово Также От слова Кавет Тяжелое То есть Самое лучшее Отдай Богу И тогда Его тяжелая Слава Придет на тебя И это также Слово Подразумевает Печень И вы знаете Что на еврите Библия говорит Что Бог Испытывающий Сердца Испытывающий Почки Испытывающий Легкие И испытывающий Печень нашу Вы знаете Об этом Да Поэтому друзья Есть глубокое Откровение В еврите Конечно Но как сказал Смит Веглсворт Один Хочет знать На еврите Другой На греческом Я хочу В духе Святом Знать Слушайте Кабет Это Адуна Элеха Мерешит Коль Тву Атеха То есть Решит Берешит Бытие Вначале Вначале Мерешит Коль Тву Атеха То есть Все вот эти Все Все что у тебя есть Все что ты Приобретаешь Начатки Первинки Принадлежат Господу Богу Чтобы благословение Скажи чтобы благословение Пребывало на тебе Аминь Аминь Друзья Бог хочет благословить нас Бог хочет чтобы мы жили в благословении Хорошо Давайте откроем Иисуса Навина 6 главу 17 стих Бог повелевает Иисусу сделать определенные вещи Закрылся город Бог говорит Ты войдешь туда Ты возьмешь этот город И так далее Тому подобное Это первый город Скажи первый Это первый город В земле В которую они входят То есть Раскрылась река Иордан Они вошли За Иордан Вошли в землю обетованную И это первый город Это принцип Божий Друзья Это первый город Слушайте Иисус Навин 6 глава 17-18 стихи Но вы берегитесь заклятого Чтобы и самим не подвергнуться заклятию Если возьмете что-нибудь из заклятого И чтобы на стан сынов Израилевых Теперь Бог Теперь Бог Типа Бог изменился Бог теперь Зная Сердце человеческое Говорит Теперь пусть народ берет Нет Здесь работает принцип Бог говорит Ты входишь в землю Первый город Все что там есть Все эти сокровища Золото Серебро Ты должен отдать В мою сокровищницу Начаток Первинки Мне Говорит Господь Это принцип Божий Для того чтобы вести Правильно войну Слушайте Для того чтобы успешно Духовно воевать Кто знает что мы на духовной войне Для того чтобы побеждать Друзья Мы должны Разобраться с принципами И со стандартами Царства Божьего Друзья Для того чтобы нам На самом деле Быть успешными В нашем пути И на самом деле Процветать В библейском понимании Этого слова Процветать Буквально В библейском понимании Этого слова Мы должны понять Что первинки И начатки всего Принадлежа Это святыня Скажи святыня Это серьезное слово Святыня Это Кодеш ля адонай Что это такое Это отделенно для Бога Ты не имеешь права К этому прикасаться И друзья Этот принцип работает всегда Он работал и У Моисея И в Новом Завете И у Авраама И даже до Авраама Первинки Начатки Принадлежат Богу Это святыня Господу То есть Отделенное для Бога Никто не имеет права Каждый раз Когда кто-то трогает Отделенное для Бога Он имеет Дело с Богом То есть Представьте себе Точно так же церковь Друзья Церковь Она отделена Для Бога Церковь И поэтому Бог говорит Не прикасайся К помазанникам Моим И не делай зла Пророкам Моим Каждый раз Когда к церкви Кто-то прикасается Друзья Они терпят Крах Потому что Это отделенное Для Бога Потому что Бог отделил Для себя Свою церковь Это как бы Если бы кто-то Прикоснулся Представьте себе Вот сейчас Мне приходит На сердце Я верю Такая вещь Есть Два человека Которые хотят Пожениться Сильный Парень И Та Которая Ждет Того Чтобы они Поженились Соединились Девственница Это девушка И кто-то Если захочет Прикоснуться К ней Что сделает Этот парень Это будет Очень серьезно Вы понимаете О чем я говорю Это Она отделена Для него Друзья Ну я беру Такие Как бы Примеры Чтоб вы поняли Больше или меньше О чем я говорю Это очень важно Друзья Некоторым людям Тяжело слушать О десятине Они думают Я хочу вам Еще одну вещь сказать Мы не хотим Чтобы десятина была Я никогда За 9 лет Об этом не учил Мы говорили О десятине О пожертвованиях Каждый раз выходили Я не хочу Чтобы десятина Для вас была Грузом И ермом Тогда вы будете давать И некоторые из вас дают Но вы не увидите Благословения Потому что это ярмо Потому что это груз Потому что вам не нравится Что об этом говорят Я всегда Я сидел у Алексея Ледяева Я сидел там Один раз Алексей Семенович Когда я приехал К нему проповедовать Говорил о десятине Сорок минут И я сидел смиренно И это меня благословляло Потому что я слушал Реальное Божье слово И я захотел Сам посеять в церковь Когда сидел там Меня никогда Не раздражает Слово о десятине А знаете почему? Потому что я понимаю Что это святыня Для Господа Это святыня для Бога Это отделенно для Бога Это благословение С этого все начинается Если верующий Не разобрался В своей десятой части Бог не может ему доверить Ничего большого Скажи Если верующий Не отдает Десятину Богу То Бог Не доверит ему Серьезных вещей Это истина Друзья Он говорит Первое мне Давайте Малахию Откроем Малахия Третья глава Восьмой и девятой стихи Вот давайте Почитаем Это местописание Можно ли человеку Обкрадывать Бога? Я вам переведу Сейчас с Еврита А вы обкрадываете меня Скажете Чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями Десятиною и приношениями И слушайте Он говорит Проклятим вы прокляты Потому что вы весь народ Обкрадываете меня Давайте я вам задам вопрос Если бы вы знали Что проклятие работает Не дай Бог В вашей жизни Не дай Бог Вы бы попытались От него избавиться? А? Если вы понимаете Что финансовое проклятие Начинает Я вам сегодня все расскажу Не переживайте Я думаю Что люди не потому Пойдут в ад Я сейчас заявляю Серьезные вещи Потому что они не дают Десятину Они могут пойти в ад Потому что они Неправильно относятся К святыне И они Посягают На то Что принадлежит Богу Я не хочу Никого пугать Но слушайте внимательно На иврите он говорит Такую вещь Послушайте Знаете что такое Ликвоа? Это когда ты Богу постанавливаешь Ты Богу указываешь Что ему делать И что ему говорить То есть Он тебе говорит Принеси Десятину И пожертвования А ты ему говоришь Ты понимаешь Боже Мне надо заплатить За квартиру Мне надо заплатить За еду Мне надо заплатить За налоги Мне надо заплатить Это бескончаемый У тебя пальцев Не хватает на руках То есть Ты Ковеа Ты решаешь Но так не должно быть Бог говорит Айква Адам Эллоим То есть Человек Может постановить Что-то для Бога Или Бог постанавливает Для человека Как вы думаете? Бог постанавливает И я не могу С Богом спорить Потому что Кто я такой? Черепок из черепков Я буду с Богом Я лучше буду Бога любить И послушаться Ему И исполнять Его Слово Через Его Незаслуженную милость Ко мне и благодать Потому что Невозможное Возможно кому? Верующему А верующий Что? Вера Она действует Как? Любовью Аминь Вы понимаете О чем я говорю? Да? Он говорит Ба меера Тем неарим Веоти А тем ковим А гой куле Он говорит Как? Я даже не знаю Как вам это Ба меера Меера Как перевести? Это Мехара Как это? Да Это Ну я понял Да Ну вот как перевести им это? Он говорит Смотрите Меера От слова Ор там Алиф Короче Вы Вы Прячетесь Во тьме Вот что-то такое Вы Уходите Во тьму То есть Вы уходите Во тьму Вместо того Чтобы ходить Во свете В тот момент Когда вы Постанавливаете Мне Что хорошо А что плохо Когда вы Мне говорите О десятине И когда вы Это не делаете Вы Находитесь Во тьме А я призвал Вас Чтобы вы Были кем? Светом Мира И солью Земли Аминь Давайте дальше Друзья Аллилуйя Вы со мной Сегодня? Вы уже Как Отошли? Для меня Слово Божье Это жизнь Я всегда Отхожу Когда Читаю Слово И проповедую Его Люди Говорят Что это Закон Моисея Они Под заветом Благодати Вы слышали Такое Когда-нибудь? Вы слышали? Я не под Законом Я не даю Десятину Я под Благодатью Слышали Такое Когда-нибудь? У меня Вопрос К вам Дорогие Братья И сестры Скажите Мне В законе Моисея Нельзя Было Убивать Правильно? Правильно? Сегодня Под заветом Благодати Иисуса Можно Убивать? Хорошо В законе Моисея Нельзя Было Блудить Под Законом Благодати Под заветом благодати можно блудить то есть есть вещи которые вечные скажи вечная есть вещи которые не меняются друзья бог не изменяется и поэтому мы сыны израилевы не истребились написано есть божьи принципы которые бог постановил и они не меняются поэтому друзья когда вы слышите я не под законом я под благодатью поэтому не даю десятину тогда спросите у этого человека хорошо если под благодать и все твои сто процентов принадлежат богу ты всю зарплату отдаешь дом молитвы спросите у него он тебе скажет нет я десятую часть трачу на себя потому что я храм господин это ложь мы конечно храм господин и конечно дух святой обитает внутри нас но вы знаете что даже в новом завете иисус обличал фарисеев и сказал им вы хорошо делаете что даете десяти ну но вы оставили суд милость и веру и вам нужно было это делать и этого не оставлять и в евреях написано здесь берут десятины человеки смертные а там имеющие о себе свидетельство что он жив во веки то есть друзья кому мы служим мы служим господу иисусу христу первосвященнику по чину мелхиседека и мы в конце уже сегодня рассмотрим как авраам принес 10 10 часть мелхиседеку друзья и мы точно также в дом божий приносим десятую часть не орану не ури не рошелю не еще кому-то мы приносим нашему первосвященнику по чину мелхиседека иисусу христу и вообще десятина это вопрос завета друзья вопрос завета и в вопросе завета я хочу быть перед богом тем которым он меня призвал быть я хочу исполнять свою часть завета и когда я исполняю свою часть завета тогда это большое свидетельство и библия говорит они победили клеветника братьев наших дьявола как как они победили его словом свидетельство своего и еще как и кровью аганца и не возлюбили душ 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 своих даже как у некоторых людей деньги это их душа и они любят деньги как они любят душу свою я хочу сказать серебролюбие это корень всех бедствий корень всякого зла это серебролюбие друзья и когда мы говорим о 10 не мы не говорим что нужно давать для того чтобы обязательно получить но мы говорим о библейских принципах процветания и если мы верим в иисуса христа и хотим быть свидетельством иисуса христа и я верю что всякий верующий человек он призван чтобы у него не было минуса на банковском счету я верю что каждый верующий человек он призван быть в этой земле свидетелем иисуса христа и не только не нуждаться ни в чем но еще быть готовым на всякое доброе дело доколе есть давай доколе есть время будем делать добро всем она и паче своим поверье так говорит библия я верю в это друзья я верю что бог не призвал нас в завет с иисусом христом или через иисуса христа в завет собой чтобы мы ходили с протянутой рукой не видел я праведника оставленным и детей его просящими хлеба так сказал царь давид и я в это верю друзья это не перестает это не проходит кто верит в это скажи аминь аллилуйя хорошо бытие 4 глава бытие 4 глава для того чтобы вы поняли что люди которые говорят что они не под законом моисея а под заветом благодати что они не понимают то о чем они говорят друзья послушайте некоторые пасторам не говорят мы не знаем что делать церковь не дает церковь не жертвена церковь я хочу вам сказать одну вещь несколько принципов если пастор жертвенный то и церковь будет жертвенной а второе надо людей учить и третье я хочу вам сказать вы очень жертвенные люди пусть бог вас обильно благословит во имя иисуса христа не то чтобы это нам все хватает что все здесь оплатить потому что это все дорого стоит но вы молодцы бог узрит наше малое и на это малое он и зальет свою благодать а божья благодать она многоразлична и она на самом деле приходит и знаете что дает нам умножение в нашей жизни во имя иисуса аминь вы молодцы друзья я знаю что практически каждый из вас не всех не все к сожалению но многие из вас вы даете десятины и вы верно служите своими десятинами господу и его церкви спасибо вам пусть бог вас благословит но думаю от слова спаси бог думаю пусть бог вас наградит за это они пастор или еще кто-то аминь аллилуйя хорошо бытие 4 глава 3 4 стихи спустя несколько времени каин принес от плодов земли дар господу и авель также принес от первородных стада своего и оттука их и призрел господь на авеля и на дар его а на каина и на дар его не призрел каин сильно огорчился и поникла лицо его послушайте внимательно друзья что говорит здесь библия библия здесь четко и ясно показывает нам почему бог призрел на одного и на его дара на другого нет заметьте что здесь написано спустя несколько времени это не было начатками это не было первенками спустя несколько времени он что сделал принес от плодов земли не принес первый плод от плодов земли а что принес авель принес от первородных стада своего не потому что авель я недавно свою проповедь слушал мне было смешно но это тоже в этом что то есть когда я сказал века меня переводила здесь на иврит когда я сказал что авель не понял я на нее буквально случайно наткнулся но в интернете я сказал бог не что-то хочет сказать авель не понял что его его папа и его мама были а как это одеты в в одежды кожи что бог за них жертву принес но не только в этом дело почему бог призрел на авеля и на его на его дар дело в том что авель принес от первородных стада своего то есть авель это было до закона моисея это было в начале всех начал я вам друзья это 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 потрясающе смотрите на эдемский сад в эдемском саду бог создает все классно золото афирская четыре реки но там чего только нет вы знаете что только там не было то есть хорошего прекрасно бог потому что посмотрел сказал весьма хорошо если бог говорит весьма хорошо то это на самом деле прекрасно друзья даже невозможно представить и он говорит ну вот эта дерево не трогай это моё святыня то есть опять вы видите принцип да он говорит не трогай это дерево много было вопросов много было проповедей и учений по этому поводу, там заповедь дал, они не смогли сохранить, согласен с этим тоже. Но Бог говорит, мне кажется, что Бог первое дерево насадил именно это, познание добра и зла. И Он сказал, это мое дерево. И я думаю, что это так, почему? Потому что только Бог по-настоящему знает, что настоящее добро и что настоящее зло. Вы согласны со мной? И Бог говорит, не трогай это дерево, не трогай, это мое, все остальное кушай, пей, иди грейся, питайся, ни в чем себе не отказывай. Я так Алексею недавно сказал, дал ему грушу, он засмеялся, он у меня молодец, он сразу понимает, что я имею в виду. Мы с ним с полуслова друг друга понимаем. Мы уже много с ним прошли. Друзья, я говорю о том, что принцип Божий работает всегда. Или он будет работать для тебя, или будет работать против тебя. Я хотел бы, чтобы он работал для тебя, во имя Иисуса Христа. Тебе хватает 90%, на эти 90% придет благословение Божие. И не только 10% нужно отдать Господу Богу твоему в дом его, но также ты должен спросить, куда тебя откладывать. Мы еще об этом будем говорить. Куда тебе инвестировать? Потому что многие люди живут, они говорят, Господь Иисус сказал, не беспокойся, не заботься о завтрашнем дне. Они буквально не понимают, что Иисус сказал. И они живут, и они говорят, я живу, как в последний день. Но, помимо этого, они заботятся и суетятся, и все время думают о деньгах. Это неправильно. Нам нужно инвестировать свои деньги, конечно же. Нам нужно свои деньги умножать. Но прежде всего, я хочу сказать, что свои деньги нужно вкладывать в Царство Божие. Лучше вкладывать. Майлз Монро, который недавно ушел в Господу в авиакатастрофе, последнее его учение было о том, что нужно вкладывать в людей. Друзья, нужно вкладывать в людей, и я с этим согласен. И я хочу сказать, друзья, нам нужно вкладывать в Царство Божие и в людей. Скажи, нужно вкладывать в Царство Божие и в людей. Аминь. Хорошо. Но вы не переживайте за этих людей. Если они имеют такие машины, они еще смогут их купить. Хорошо. Хорошо, друзья. Поехали дальше. Левит, 27 глава, 30 стих. Мы уже с вами разобрались, что принцип десятины начатков и первинок, он всегда был. Что это не только в законе Моисея. Вы согласны теперь? Кто со мной согласен, подними руку, чтобы я понимал, что я дома. Хорошо. Хорошо. Кто не согласен, тоже нормально. 27.30. И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Это святыня Господня. Исход 13.14. И здесь вообще интересно. Я каждый раз своих детей учу, почему я даю десятину. Они знают у меня, почему я это делаю. Надо их учить. Я им рассказываю свое свидетельство. Я им рассказываю, кем я был, кем меня Бог сделал. И вот здесь написано одна важная вещь. Я сейчас еще решил другую вещь делать. Перед тем, как мы несем десятину, мы будем собираться с детьми, молиться за это. Потому что если сейчас детей мы не научим это делать, они никогда не научатся этому. Исход 13.14. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев с земли египетской. От первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложественно мужеского пола. И всякого первенца из сынов моих выкупаю. Друзья, это очень серьезно. Все первое принадлежит Богу. Все лучшее принадлежит Богу. Все первое и все лучшее принадлежит Богу. Бог должен быть в наших финансах на первом месте. Скажи, Бог должен быть на первом месте. И эта жизнь, это не просто заповедь. Это жизнь. И я вам уже говорил, что от этого зависела жизнь Адама, друзья. Бог ему сказал, не прикасайся, потому что смертью умрешь. Для некоторых людей это заповедь. А для меня это реальная жизнь. Не прикасаться к десяти дней. Для меня это реальная жизнь, друзья. Я понимаю, друзья, что если я не буду послушен Богу, я перекрою себе канал благословения сам. Он говорит, вы меня, вы мне постанавливаете, но другими словами, ков им. Это также говорит, знаете о чем? Что вы меня связываете. Слушайте. То есть ков им от слова вы мне заключаете руки. Ков им от слова вы одеваете на меня наручники. Вы не даете мне благословить вас. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть ков им не только вы решаете и вы говорите, что мне делать. Но вы одели на меня определенные наручники, чтобы я не мог, как там написано, открываешь свою руку и насыщаешь нас всяким благом. Чтобы я не мог простреть свои руки и благословить вас. Он говорит, не связывайте моих рук. Не связывайте моих рук. Я хочу вас благословить, говорит Бог. Понимаете? Бог говорит, хочу благословить. Я хочу вам сказать, десятина, она не только несет благословение в наши финансы. Десятина, она несет благословение в остальные сферы нашей жизни. Друзья. В здоровье. Давайте посмотрим еще раз Малахию. В работу. В служение. Давайте посмотрим. Принесите все десятины в кладовые, чтобы в доме моем была пища. Десятый стих. Испытайте-ка меня этим, сказал Господь воинств. Не открою ли тогда я для вас небесные створы? Не изолью ли на вас благословение без меры? Ради вас я остановлю прожорливых вредителей. Слушайте, если мы не заключаем его руки, его руки действуют за нас. А. Его руки нас благословляют. Б. Разбираются с этими прожорливыми вредителями. Чтобы не губили ваш урожай. Чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной. Десятина разбирается с бесплодием человека, друзья. Это серьезно очень. Сказал Господь воинств. И счастливыми признают вас все народы, что живете вы на земле прекрасной. То есть там, где поставил тебя Бог, на той работе, в том служении, на том участке земли, будет великое благословение. Потому что ты исполняешь Слово Божье. Потому что ты послушен Богу. Друзья, даже в то время, когда, как я слышал, рассказывал один проповедник, как они посадили яблоки. И там занимались все этой работой. То есть они сажали деревья, там яблоки росли у них. И они продавали эти яблоки. И была суровая зима. И они понимали, что все яблоки замерзнут. Но они пришли к Богу и сказали, мы даем тебе десятину, Господь, мы служим тебе. И вы знаете, у всех соседей была проблема. Замерзли деревья, там все проблема. У них яблоки были настолько сочные и спелые, никто не мог понять. И это реально, друзья. Это так. Потому что сам Бог говорит в своем Слове. Ни Орен, ни какой-то другой пастырь или проповедник. Бог говорит, если вы сделаете так, то я вас буду благословлять. Аллилуйя. И это потрясающе, друзья. Что то, что невозможно человеку, возможно Богу. А благословение это больше, нежели деньги. Скажи, благословение больше, нежели деньги. Амин. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Второзаконие 26.1. Я заканчиваю уже. Второзаконие 26.1. Вы можете писать свои отзывы нам сегодня, кстати. Наши церкви смотрят, не знаю, все или не все. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей. То есть когда ты пришел на работу, то есть когда ты пришел на работу, отработал месяц и получил зарплату. Возьми, который Господь Бог дает тебе и положи в корзину и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывать там имя, имя, чтобы пребывало там имя Его. Слушай, кто знает, что Бог тебя привел сюда, в этот дом? Кто знает, что Бог привел тебя сюда? Кто знает, что имя Бога пребывает здесь? Поднимите руку, кто знает, что имя Бога? Хорошо, тогда ты должен взять свою десятую часть и принести и отдать здесь. Отдать Иисусу Христу. Так написано. Это не я сказал, это Библия говорит. Давайте дальше. Третья глава Галатам, седьмой стих. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог веру и оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. Скажи верным Авраамом. С кем они благословляются? Они должны пример от кого взять? От какого Авраама? Не слышу. От верного Авраама. И он дальше говорит. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Друзья, у нас это не закон, у нас это не подать и не побор, у нас это жизнь, это часть в завете. Мы так живем, потому что мы не под законом, а под благодатью, потому что мы не под проклятием, а под благословением. Мы так живем. Аминь. Почему я выбрал эту тему? Потому что, во-первых, мне Бог положил на сердце, я верю. А во-вторых, я хочу, чтобы вы понимали, что вы делаете, а не просто делаете и не понимаете, и потом себя осуждаете. Некоторые люди сказали в этой церкви, сколько можно там говорить, выходит, когда Рошель выходит, у некоторых уже трясучка начинается. Но у него есть помазание собирать пожертвования, я вам скажу. У меня есть помазание собирать пожертвования, просто Бог мне дал помазание. И вы знаете почему? Я скажу, потому что я так живу. Он так живет, я так живу. Потому что мы так живем, мы то, что говорим, мы так делаем. Но есть определенные помазанные люди Божьи, которых Бог призвал говорить о финансах в Царстве Божьем. И Бог благословляет это, друзья. И это истина. Я хочу вам сказать. Это истина. Вам не нужно злиться, когда вы это слышите. Наоборот, вам нужно радоваться. И Библия говорит, потому что ты в радости не служил Господу Богу твоему, то не дай Бог будешь служить, не будешь служить, то есть будешь врагу своему служить в печали и так далее. Надо радоваться, друзья. Я сегодня уже ждал, не дождался, пока я выпишу этот чек. Я радовался. Сегодня утром мне позвонила женщина, которая работает в банке. Они меня так все любят там, потому что я у них когда-то работал охранником. Она мне позвонила и говорит, Орен, ты получил подарок. Я говорю, да, это подарок, ты правильно сказал. И вы знаете, друзья, в прошлый раз, когда я уехал с дому, я просто делюсь с вами тем, чем я живу. Я уехал с дому, и я забыл взять это пожертвование, то, что я сказал, что я принесу. Я позвонил Эллу и говорю, Элла, обязательно привези эту чековую книжку. Сегодня я уже не дождался, ждал, не дождался, когда я приду и отдам в Дом Божий десятую часть и пожертвование, чтобы в доме его была пища. И он говорит, если ты будешь печься о моем доме, я буду печься о твоем доме. Он говорит, я благословляю, благословлю тебя. Бог говорит, с собой клянусь. Послушайте, это серьезно. Ты не будешь терпеть недостаток. Бог сверхъестественно будет наполнять твои житницы. Так говорит Господь. Ты не будешь терпеть скандалы в своем доме, потому что ты послушен Богу. Бог будет хранить тебя от всякого рода зла. Да, у тебя будут всякие там приключения. Да, у тебя будут, может быть, сатанинские атаки в жизни. Но Бог защитит тебя, я говорю. Во имя Иисуса. Бог тебя защитит. Хорошо. С кем благословляются они? С верным с кем? Авраамом. Хорошо, все, я закончил. 14 глава, Бытия, 17 стих. Когда Авраам возвращался после поражения Кидар-Леомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И вы знаете, что написано в 7 главе евреям? Что наш Господь, он священник по чину Мелхиседека. Иисус Христос. Ищу Амашьях. И благословил его. И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. То есть, что такое десятая часть? Это завет. Точно так же, как Мелхиседек предложил Аврааму хлеб и вино, Господь Иисус отдал свое тело и кровь. Друзья, вы меня слышите? Позовите, пожалуйста, всех, пусть зайдут. Все дети уже, все, мы хотим принять вечерю Господню. Позовите, пожалуйста, детей. Слушайте, это вопрос завета. Если ты с жадностью даешь, или если тебя раздражает это, то ты не понимаешь Божий завет, я в прошлый раз говорил. Друзья, как можно вообще жалеть, как можно вообще раздражаться, если Господь Иисус отдал свою жизнь на кресте. Бог Отец отдал Иисуса, а Иисус, Он отдал за нас свое тело и пролил свою кровь. Точно так же, как Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму. Точно так же. Поэтому, друзья, если мы понимаем, что Мелхиседек благословил Бога и благословил Авраама, мы понимаем, что Авраам также отдал ему десятую часть из всего, из своего лучшего, написано в евреях, написано из своего лучшего Авраам отдал десятую часть, то и мы, друзья, должны сегодня это делать. И Бог будет с нами, и Бог нас благословит. А если, знаете, некоторые люди, я видел, некоторые люди, они мне доверяют, просто я их не осуждаю. Некоторые люди, к примеру, получили 2 500, и они дают 10, но 200 шекелей. Нет, это вообще больше, чем 250. Я сегодня учил о начатках и первенках. Это до налоговой службы, это до социальных служб, это до всего. Но это ваше дело, как вы будете делать. Вас в этой церкви никто заставлять не будет. Я вам сказал то, что мы будем продолжать после того, как Суджин Ли проповедует на следующей неделе. Через 2 недели мы будем продолжать эту тему. Мы будем продолжать эту тему и будем говорить о библейском ходе событий и о библейском понимании процветания, друзья. Потому что есть у Библии свое понимание на этот счет. Продолжение следует...